МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На канале ТВ5 итоговый выпуск новостей. В студии Игорь Белошин. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В состоянии страха. Как выживают в зоне боевых действий украинцы, которые не могут покинуть свои дома? Между миром и войной. В Запорожье прошел праздник волонтеров. Украина покорена. Впереди Европа. Достойный продолжатель династии копьеметателей из Запорожья. Танцы со сковородой, как яркий пример современного искусства. В Запорожье завершился очередной этап мобилизации. Последние из призывников четвертой волны приняли присягу. На встречу с бойцами нацгвардии пришли их родственники и все, кто хотел сказать им слова любви и поддержки. О боевом духе и готовности патриотов защищать родину в сюжете Дианы Клочко. На территории воинской части собрались 220 будущих военнослужащих национальной гвардии Украины. Призывники из Луганской, Киевской и Тернопольской областей. Кроме молодого пополнения принимали военнослужащие военнослужащие за мобилизацию, которые не служили строковой службой и были призваны за мобилизацию. А также военнослужащие за контракт, которые нещодавно были призваны в военнослужащие и пришли в подготовку. Ивану Снегуру 20 лет. Приехал из села Котюбинцы Тернопольской области. Поддержать Ивана приехала и его девушка Наталья. Парень настроен решительно. В зону АТО идет с одной целью – победой. Ответственный, настоящий патриот Украины. Так отзываются об Иване его родственники. Он единственный со своего района попал в ряды нацгвардии. Он очень горд тем, что он служит в армии, что он защищает Украину и будет ее защищать. Все за него переживают. Мы надеемся, что все будет хорошо. И у него, и у нашей страны, и у нашего города, и у всех нас. И вот они – главные слова, которых ждали все, кто сюда приехал. Каждый озвучил свои обещания. Все бойцы, принимавшие присягу, в последнем четвертом этапе в обязательном порядке пройдут профессиональную подготовку в разных подразделениях. Те військовослужбовцы, которые не там, они готовятся тут. Готуются не только тут, но и в учебных сборах, в учебных центрах. В Национальной гвардии есть факультеты подготовки, учебные центры, куда мы направляем специалистов, фахивцев. Те військовослужбовцы, которые выполняют завдания, они достаточно профессионально подготовлены. И захистят кордоны нашей державы. И они впевненно выполняют завдания. С честью. Диана Клочко, Константин Грушко, ТВ5. Зона АТО – эскалация конфликта. С первых дней лета резко возросла интенсивность обстрелов городов и населенных пунктов Донецкой области. Даже на фоне ежедневных боевых действий наступление сил так называемой ДНР на Марьинку сколыхнуло общественность. Город, который находится рядом с Донецком, стал самой горячей точкой на карте боевых действий. Что сейчас происходит в этом населенном пункте, видела Евгения Мельник. Сейчас мы находимся на центральной площади, проспект Форошилова. Здесь мы никого не видим, иногда встречаются местные жители. А на здании Марьинского горсовета висит украинский флаг. Мы были в Марьинке в конце февраля. Тогда местное население в городе составило около двух тысяч. Представители местной власти рассказали, что уже в начале весны обстрелы населенного пункта были нерегулярными и жители начали возвращаться в свои дома. А уже в начале июня попытка штурма и масштабный обстрел Марьинки из танковой тяжелой артиллерии застал всех в расплух. Александр Калюта родом из Запорожской области. Больше 30 лет живет в Марьинке. Вместе с супругой воспитывает 10-летнюю внучку Аню. Отец девочки ушел воевать, а мать, признаются пенсионеры, когда начались боевые действия, уехала в неизвестном направлении и больше не появлялась. Даже сейчас, когда ситуация у Марьинки крайне нестабильная, уезжать из города семья отказывается. Ранее представители Донецкой облгосадминистрации заявляли о готовности эвакуировать приблизительно полутора тысячи человек из Марьинки и Красногоровки, которая находится по соседству. Но большая часть жителей этих населенных пунктов приняли решение остаться. Сегодня вывезли 21 человек, был однам и вывезен из Красногоровки. Это 15 студентов, того же техникума, преподаватель, четверо гражданских, с ними один ребенок до 8 лет. Все люди расположены в нашем так называемом лагере для переуселенцев. Все города, Марьинку и Красногоровку, мы обеспечивали сегодня хлебом. Привезли хлеб, привезли воду, 5,5 воды было доставлено в Марьинку. Хлеб был доставлен в город Красногоровку. Начало частичное восстановление электроснабжения. Местные жители благодарны за помощь, но искренне желают только одного. Я очень-очень хочу, чтобы он в стране мир. И все было на своих местах. Более подробно узнать, что происходит в зоне АТО, вы сможете в спецпроекте «Донбасс сегодня». Евгения Мельник, Сергей Чалый из Донецкой области. ТВ5. День милосердия. Под таким названием в Запорожье впервые прошел праздник волонтеров. На фестивале тестовали людей, которые за последнее время стали надежной опорой украинской армии и сумели удивить всю страну своей самоотверженностью, силой и трудолюбием. О скромных тружениках тыла расскажет Елена Назаренко. Евгений сегодня на сцене в вышиванке, хотя за последнее время его больше привыкли видеть в костюме священнослужителя. Евгений – военный капеллан. И весь прошлый год провел, помогая военнослужащим в зоне АТО. Сегодня в этом есть большая потребность. На войне нет неверующих. Каждый день для солдата может быть последним. У человека, у которого там находится очень много вопросов, они нуждаются в исповедании, они нуждаются в молитвах. Они нуждаются в том, чтобы священник беседовал с ними. И капелланское служение построено таким образом, в том, чтобы верующие совершенно разных, в любых конфессиях могли получить духовную помощь. Здесь каждый второй, так же, как Евгений, уже больше года живет в пути между миром и войной. Сергей вспоминает, как собирали первую машину гуманитарки в зону АТО. А вернувшись домой, узнали, что люди продолжают нести помощь. Еще один удивительный пример работы волонтеров – восстановление Запорожского военного госпиталя. Благодаря неравнодушным людям его удалось создать практически с нуля. Таких слов благодарности к волонтерам особенно много накопилось у военнослужащих. Наши волонтеры – это наши мурахи, которые, как видимо, переносят больше, чем вважат самих. А я их еще особисто порівнюю с зайчихами, которые нагодуют любые зайчиня. То есть они так прискакали, нагодували, побежали далее. И нам тогда на передок, как мы говорим, доставляли вантажи, действительно, майже уже под лініей боевого возникновения. А очень важливые вещи – это харчування, вода, иногда вода важливейше за все было. Чтобы рассказать запорожцам удивительные истории о работе волонтеров, поблагодарить их за работу и познакомить с этими людьми, которые привыкли оставаться на втором плане и был организован День Милосердия. Мы хотим рассказать на этом святе про надзвичайные дела, которые происходили за рік цієї війни. Про те, как люди помогали один одному, ставали надзвичайно родными людьми, как выручали и, по сути, и молились, и с прамовами доводили, что армия – народ единий. Даже в свой праздник волонтеры не сидели без дела. Кроме концерта была организована благотворительная ярмарка. Средства, собранные на ней, передадут в помощь военнослужащим, вдовам и сиротам АТО. Елена Назаренко, Дарья Зырянова, ТВ5. Онлайн-курсы по децентрализации чиновникам и территориальным громадам в Днепропетровском региональном институте госуправления предложили разобраться в этом вопросе. Цель курса – изучить все нюансы и продумать варианты объединения громад, а также проконсультироваться со специалистами и обсудить волнующие вопросы. «Основным завданием цієї програми было проведение законов, вивчение методики, детализация вопроса, формирование спроможной громады, пять кроков моделирования спроможной территориальной громады». Адман Запорожской и украинской экономики. Но способна ли она занять свою нишу на европейском рынке? Чтобы разобраться в этом, телеканал ТВ5 продолжает цикл передач проекта «Запорожье. Территория возможностей». Металлургия, машиностроение, химическая, легкая и пищевая промышленности. Каждая из этих отраслей имеет возможность заявить о себе и за пределами страны. Вместе с ведущим Максимом Моноприенко эксперты в студии говорили об удачных попытках сотрудничества с ЕС и главных препятствиях на пути в Европу Запорожья и индустриального. Такая конкуренция, как и в Европе, нет ни где, потому что там вольный рынок. И не важно, это металлургия, это сельское хозяйство, это производство машин, инструментов, химической продукции. Это высококонкурентный рынок. И какие бы ни были политические декларации, безумно, бизнес будет отстойвать свои интересы и государственная политика их будет спрямована на то, чтобы защитить своего производника. Ток-шоу «Запорожье. Территория возможностей» смотрите в нашем эфире уже сегодня в 20 часов 15 минут. Единая самопомощь. Инициативные группы Запорожья теперь будут работать вместе. Марк Марченко и Олег Королев официально заявили о начале процесса объединения. Таким образом, организации совместят свои действия в таких направлениях, как оказание бесплатной юридической поддержки и всесторонней помощи военнослужащим в зоне АТО. Также в планах активистов улучшение состояния городского хозяйства и инфраструктуры. Город нуждается в кардинальных изменениях, в кардинальном новом подходе, молодом, свежем. И все это мы можем сегодня предложить городу в лице объединения самопомощи. Наша основная задача – это объединить людей вокруг одной цели, чтобы общество желало перемен. Проект «Мы – это город» назвал имена лауреатов. Зарбонавты против джамперов и эмоции в копеечку. Это и многое другое далее в нашем выпуске. Не переключайтесь. Студенческая республика на Хортице. Мэр из машинки, мафия и КВН. Хороший семейный праздник или что делали журналисты на детской железной дороге? Металлургу 80. Подарок – результативная ничья. 37 человек как единый организм. Бытовая хореография высшего качества. Пикник на обочине железной дороги. Запорожские журналисты в минувшие выходные отметили свой профессиональный праздник. Настоящее семейное гуляние для местных акул пера организовал Национальный союз журналистов. В праздничных мероприятиях приняли участие и журналисты нашего канала. Журналисты телеканалов, печатных изданий и радиокомпаний собрались на территории детской железной дороги, чтобы отпраздновать свой профессиональный праздник. В очень непростое время мы отмечаем этот день. Сейчас на востоке нашей страны идут бои. Но журналисты – это такой отряд боевой. Ребят, которые не расслабляются, а наоборот сейчас сгруппировались и делают все возможное для того, чтобы поддержать защитников, наших воинов-защитников. Мы собрались здесь одной семьей для того, чтобы подтвердить, что мы можем рассчитывать на плечо друга в трудную минуту. Мероприятие начинается с торжественной части. Мастера пера из Запорожья и других городов Украины, приехавшие на праздник, принимали поздравления и награды. В центре внимания был и главный редактор информационного вещания телеканала ТВ-5 Дмитрий Злачевский. Представитель областного телеканала Валентин Терлецкий в журналистике более 20 лет. Он был учителем многих начинающих журналистов. Сюда пришел, чтобы пообщаться с коллегами и обменяться с ними опытом. Наша профессия настолько интересная, с одной стороны, с другой стороны сложная, опасная. И должен быть праздник. И когда появляется возможность отметить в кругу коллег, которые давно уже мы друзьями стали, и увидеть их семьи, увидеть лица, родные, знакомые, которые за это время уже много вместе пережили и произошло, то всегда приятно, конечно, встречаться и проводить пусть какой-то один выходной на вместе. Для Станислава Валентин Терлецкий один из первых учителей. Первые съемки, интервью и сценарии, вспоминает Стас, давались непросто. Но о своем выборе он не жалеет. Хочу сказать ему огромное спасибо за то, что он меня, так сказать, вывел свет журналистики. На этом мероприятии очень много людей, которых я совершенно не знаю. Но также есть те лица, с которыми я работал, то есть коллеги, с которых я видел, которых мне приятно видеть. То есть чувствуешь себя уже как-то немного даже своим. И хотя День журналистов в Запорожье отмечают ежегодно, организаторы пытаются освежать программу и место. Каждый год это свято проходит в разных местах. В прошлом уроке в Центральном парке Дубовый Гай, в позапрошлом на острове Хортица. Сегодня выбрали это место, потому что оно красивое, потому что оно гарное, потому что тут доброе можно и попрацевать, и попочитать. Впервые организаторы решили сделать этот праздник не только для журналистов, но и для их семей. Для детей здесь организована специальная культурная программа, с ними работают аниматоры. Ребята посетят за уголок, террариум, ботанический сад, покатаются на детской железной дороге. После торжественной части все желающие в кругу своих коллег и родственников отправились на пикник. Валенки Валика надеются на наше понимание. На территории Запорожской области появилась новая республика – студенческая. Существовала она всего два дня, но впечатлений у ее граждан хватит на весь последующий год. Как студенты отдыхали, веселились, делились опытом и выбирали себе мэра, знают наши корреспонденты. Уже седьмой год на базе отдыха Запорожского национального университета разворачивает свои палатки студенческая республика. В этом году на Хортице собрались команды восьми вузов региона. Компанию с запорожцем составили мелитопольские студенты. Наша команда уже на суд республики второй раз. Надеемся получить море позитивных эмоций. Собираемся выступить, показать хороший КВН. Сборную нашего университета привезли. Будем надеяться на хорошие результаты. Ребята приезжают на Хортицу не только хорошо отдохнуть после напряженного учебного года, но и поделиться опытом, поучаствовать в мастер-классах, найти новых друзей. Для нас это хорошая возможность поспілкуваться с другими университетами, консолидоваться с ними, поговорить про студентское самовередование в принципе и открыть в себе и в других что-то новое. Студенты медуниверситета долго думали над названием команды. Очень хотели отличиться. В итоге вышло так. У моей собаки воспаление христаллика. В общем, все было плохо, но к счастью, мы встретили Валико. Встретили Валико. Валенки, Валико, наше название. Ищите в этом скрытого послания. Валенки, Валико, наше название. Мы надеемся на ваше честное понимание. На территории студенческой республики ее резиденты соревновались не только в пении и актерском мастерстве. Кроме КВН, конкурса «Мистер студореспублика», интеллектуальных игр и флешмобов были запланированы и обучающие мероприятия. Также будут давать мастер-классы. Будущие специалисты города, ученые, либо люди, например, на совочную востребованную фриланс. И будет мастер фриланса, который расскажет, как правильно зарабатывать деньги, например, в интернете. Кульминацией праздника стали выборы нового студенческого мэра Запорожья. Студенты, которые выбирают сегодня мэра своего, которые участвуют и тренируются в местном самоуправлении, которые сегодня понимают и видят свою роль в активной жизни города, в области. Это очень важно, потому что в их руках будущее, потому что на них мы надеемся, потому что именно их руками мы будем создавать новую страну. Поддержку студенческой республики оказал комбинат «Запорожсталь». На предприятии уверены, у города с такой активной молодежью есть будущее. Это очень радует, что у нашей Украины, у нашего запорожского края такое будущее. Комбинат «Запорожсталь» с огромнейшим удовольствием поддерживает студенческую республику, потому что то, что проводят студенты, то, что проводит молодежь промышленного предприятия, молодежная организация «Запорожсталь», у нас это тесно переплетается. Мы не просто взаимодействуем, мы реально дружим. Гражданами студенческой республики запорожцы были два дня. Обменявшись идеями, энергией и позитивом, студенты разъехались по домам, чтобы применить полученный опыт в своих вузах. Елена Назаренко, Дарья Зырянова, ТВ5. Наука и культура, образование и спорт, помощь детям и инвалидам, развитие городской инфраструктуры. Уже в этом году в Запорожье реализуют около трех десятков проектов. Все они обещают улучшить качество жизни горожан. Третий год подряд комбинат «Запорожсталь» проводит конкурс социальных проектов «Мы – это город». Вчера в парке «Дубовая роща» определили победителей третьего сезона. О проектах, созданных запорожцами для запорожцев, в репортаже Павла Васильева. 27 победителей, которые разделят между собой 1 миллион 700 тысяч гривен. Сегодня металлургический комбинат «Запорожсталь» подводит итоги конкурса социальных проектов «Мы – это город» 2015. Первый чемпионат Украины по бёрдингу с таким проектом на конкурсе победил Сергей Казадавов. В награждение диплом и грант. Деньги пойдут на бесплатные мастер-классы для любителей пернатых, электронную базу данных птиц Запорожской области и на организацию чемпионата. «Мы надеемся, что, уверены, что будут это ежегодные соревнования, они станут регулярными. Комбинат тоже обещает поддержку уже на уровне развития в дальнейшем. Как спасём Днепр вместе, да, акция, в которой мы тоже один год участвуем. Поэтому очень хорошие прогнозы. Надеемся, что это найдёт интерес и отзывы в сердцах запорожцев». А Наталья Бабенко предложила провести фестиваль домашней консервации. «Наш народ очень креативен. И пришло в голову сделать вот такой фестиваль, аналогом которого нету до сих пор. Ведь существуют фестивали еды традиционные в каждом регионе. То, что присуще каждому региону. Именно у нас тут, где плодородные земли, тут, где изобилие урожая. Я думаю, что этот фестиваль как нельзя более подходит именно для нас, для нашего региона. Хочется сделать его поистине народным, массовым». В благотворительном фонде «Улыбка ребёнка» готовятся к реализации проекта помощи детям-инвалидам. Фонд также в числе победителей конкурса «Мы – это город». «Это образовательный проект. Называется он «Мастерская доступна каждому». У нас разработана комплексная целостная программа обучения детей естественным наукам. Благодаря этой программе дети сформируют целостное понимание о окружающем мире, о происходящем в нём процессе. И это очень важно для социализации потом детей в дальнейшем в обществе». Всего в этом году на участие в конкурсе подали 164 заявки. До полуфинала дошло 64 проекта. Из них экспертный совет и выбрал 27 победителей. Кроме «Запорожстали» к финансированию присоединились и другие крупные предприятия города. «Наше предприятие «Запорожь огнеупор» приняло активное участие и сделало также финансовый вклад в проект «Мы – это город» для того, чтобы как можно больше реализовалось проектов в нашем замечательном городе Запорожье». С каждым годом конкурс набирает популярность. Заявок поступает всё больше. Главная цель – создать в регионе действительно гражданское и неравнодушное к проблемам общество. «Я должен сказать ещё то, что жители, которые живут в нашем городе, живут в Запорожской области, они понимают проблемы даже лучше, чем мы с вами. Они видят это всё изнутри и приходят со своими проблемами, с решением этих проблем, самое главное, со своими проектами, для того, чтобы донести до всей общественности, что нужно сделать в городе лучше, чтобы наш город стал краше и ещё лучше». Общим подарком для всех победителей конкурса и гостей праздника в Дубовой роще стал концерт «Стального голоса Украины» Арсена Мерзаяна. Все проекты конкурса реализуют уже в этом году, так что в ближайшие несколько месяцев запорожцев ожидает много интересного. Бегать, прыгать, танцевать. В Запорожье впервые прошёл фестиваль активного отдыха. Более пяти тысяч горожан попробовали себя в различных экстремальных развлечениях и экзотических видах спорта. За необычными увлечениями запорожцев наблюдала Елена Назаренко. На поляне возле каскада фонтанов «Радуга» выстроилась очередь из желающих стать зорбонавтами. Так шутку называют пассажиров «зорба» – огромного надувного шара, предназначенного для экстремального отдыха. Это активный вид развлечений – зорбинг. Его придумали американцы в конце 70-х годов. Это развлечение добралось наконец-то и к нам. Раньше оно было только в Киеве и в Харькове. Теперь это есть и в Запорожье. Он двухместный, очень весёлое развлечение. Скатитесь со склона около 150 метров. Зорб и другие необычные виды экстремальных развлечений запорожцы опробовали на себе во время фестиваля активного отдыха. Настя увлекается слэклайном, а на праздники открыла для себя много других необычных видов спорта. Я хожу на джампах, мне очень нравится. Я удивлена, что в Запорожье у нас такое организовали. Очень классно. Молодёжь собирается, общается. Тут много разных видов спорта. Очень нравится. В этот день на «Радуге» прыгали, ездили, лазили, стреляли и не только. Абсолютно бесплатно гости фестиваля могли попробовать себя в любом понравившемся виде спорта. На выбор пейнг-бол, воркаут, капуэйра, стрик-дэнс, ролики, квадроциклы. Особой популярностью не только у детей, но и у взрослых пользовался скалодром. Это, собственно, и есть тренажёр болдринговый для скалолазания, где можно попробовать полазить без страховки, но всё безопасно, потому что есть большие болдроматы, такие мягкие, куда можно падать, и это будет всё мягко и безопасно. Здесь можно попробовать, у нас всегда было в детстве желание полазить, что-то схватиться, за что-то подержаться, куда-то залезть. Здесь можно лазить, развивать своё тело. Немало запорожцев рискнули испытать свой вестибулярный аппарат на слэклайне. Этот вид спорта развивает координацию и гибкость. Несколько лет упорных тренировок и чудеса демонстрирует на ленте Олег. Парень открыл для себя этот вид спорта три года назад. Сегодня он победитель многих всеукраинских соревнований. Цель фестиваля – показать разнообразие возможностей для активного отдыха и занятий спортом в нашем городе. Ведь многие даже не догадываются, как интересно, полезно, а главное – с минимальными затратами можно проводить своё свободное время. Рассказывают инициаторы спортивного праздника – общественная организация «Самопомощь». По подсчётам организаторов, гостями фестиваля активного отдыха стало около 5000 человек. Поскольку идея запорожцам понравилась, праздник в нашем городе планируют сделать традиционным. Елена Назаренко, Дарья Зирянова, ТВ5. Большой спорт – большие нервы. В финальном матче мужской сетки турнира «Ролан Гарос» лидер мирового рейтинга «Серб» Новак Джокович на эмоциях сломал ракетку. За это организаторы решили оштрафовать Новака на 3000 долларов. Кстати, эмоции не помогли, и Джокович проиграл швейцарцу Стэну Вавренке. Ранее в Париже за нецензурную лексику была оштрафована и американка Сирена Уильямс, которая, в отличие от «Серба», свой турнир всё-таки выиграла. Руслан Левицкий, как правило, оставляет свои эмоции за кадром, поэтому техники зрителям во время его эфиров ничего не угрожает. Новости спорта далее. Леонель Месси снідает разом с Кубком чемпионов. Металург відсвяткував свой ювілей, а семейство шумахерів переслідує травми. Це спортивні новини, вітаю. Испанська Барселона – переможець Ліги чемпионов. Каталонський клуб У-5 став найсильнішим у Європі. Кубок чемпионів над головою підняв капітан Барси Хаві, який віддав цій команді 16 років. Для нього це була остання гра у футболці Барселони. У фіналі Ліги чемпионів його команда була фаворитом. Італійський Ювентус сюрпризів не приніс, тому і програв 1-3. Барселона Луіса Енріка знову підняває планку до космічного рівня і важко знайти команду об'єктивно сильнішу за каталонців. До речі, п'ятий виграний кубок Ліги чемпіонів означає для Барси автоматичне право залишити собі перехідний трофей навічно. Ліонель Месі так хотів цей кубок, що тепер з ним не розлучається. У соцмережах з'явилося фото нерозлучних Месі і трофея. Аргентинець тепер всюди із кубком чемпіонів, за сніданком, поруч із міні Месі. Ну і, звичайно, хизується, що це для нього вже четвертий виграний кубок. Хоча цього разу у фіналі він не забивав. Привід для святкувань був і у футбольного клубу Металург. Звісно, запорізька команда не грала у лізі чемпіонів, але причина куди більш вагома. Металург 80 років. Як улюблена футбольна команда Запоріжжя святкувала дорослий ювілей – дивіться в сюжеті. Розпочалося святкування автопробігом. Містом вирушила колона з близько 20 одиниць раритетної техніки. Пікантності авто придавали пасажири. Ними були дівчата з танцювальної групи футбольного клубу. Місцем фінішу пробігу став парк Металургів. Там, окрім ретро-виставки автомобілів, наглядачів шикала розважальна програма і приємні сюрпризи. Організатори підготували конкурси на знання історії футбольного клуба Металург. Перший подарунок шалик із клубною символікою отримав юний шанувальник команди Паша Місюра. Хлопець за номерами на футболках назвав усіх футболістів Металурга. Підготували сюрприз і для найгарніших фанаток. Друга віцеміс футбольного клубу Металург Катерина Бондарь отримала річний абонемент на всі матчі команди. Розважали публіку хореографічні та вокальні колективи. А радзинкою свята став виступ футбольних фристайлерів. Команда «Укрфристайл» співа зачарувала неймовірними трюками. Святкування продовжується на Славутич-арені. Там відбувся матч ветеранів Металурга та Дніпропетровського Дніпра. Незважаючи на статус товариського, обидві команди прагнули перемогти. Ветеранів Металурга на поле виводив рекордсмен цієї команди за кількістю матчів Леонід Ключик. Прізвище директора спортшколи Металурга Славутич-арена зустрічала оплесками. Перший удар у матчі провів наймолодший представник футбольної школи Металурга Платон Дем'яненко. А після цього техніку та майстерність демонстрували команди ветеранів. Вільний вхід на трибуни Славутич-арени забезпечив футболістам гарячу підтримку. У свою чергу і Металург, і Дніпро віддячив болівальникам результативною нічиею 3-3. А святкування продовжилося концертом у парку Металургів. Фантастичні емоції вирували у другій грі фінальної серії плей-офф NBA між Клівлендом і Golden State. Після того, як стало відомо, що двоє з трьох лідерів Клівленда не братимуть участі у матчі, «Кавалерс» відразу списали з рахунків. До того ж, вони вже програвали у серії 0-1 та грали на виїзді. Однак магічний Леброн Джеймс та партнери проявили бійцівський характер. Як і в першій грі, знову переможець визначався в овертаймі. Головним героєм зустрічі став сам форвард Клівленда Леброн Джеймс, який записав собі в актив трипл-дабл – 39 очок, 16 підбирань і 11 передач. Лідер господарів Стівен Каррі не відставав від свого зіркового опонента, хоч і продемонстрував у матчі низьку результативність. За п'ять секунд до кінця рахунок був 87-87, а з м'ячем був Леброн Джеймс. І якщо на останніх хвилинах його Клівленд не зумів перемогти, то вже в овертаймі «Кавалерс» домігся свого і спромігся на маленьку сенсацію, зрівнявши рахунок – у фінальній серії плей-офф нічоя 1-1. Незважаючи на те, що «Голден Стейт» програв, один із вболівальників цієї команди точно залишився задоволеним. У перерві матчу він виграв новісінький автомобіль марки BMW. У перерві поєдинку між «Воріорс» та «Кавалерс» один з фанатів відзначився неймовірним китком, за що отримав цінний приз. Його завданням було влучити з першої спроби з центру майданчика, з чим він успішно і справився. Його команда програла в овертаймі, але не біда, адже додому він поїхав на новенькому автомобілі. Є свої переможці і в Запоріжжі. Нещодавно в Кіровограді проходив молодіжний чемпіонат України з легкої атлетики. Звання чемпіона країни виборов представник спортивного клубу «Металург» Юрій Кушнірук. Про перемогу молодого спортсмена більше знає Оксана Якименко. Юрій продовжує сімейну династію спортсменів. У нього і мама, і тато також займалися метанням списа. Зараз же тренер хлопця – його батько. Він і привів Юрія у спорт близько шести років тому. Тепер я всю життя провожу практично у манежі, тренуюся вперед на ціль, в цілі свої. Тепер без списа хлопець не уявляє свого життя. Хоча тренування забирають багато часу. Інколи немає, коли просто відпочити чи погуляти з друзями, але про це Юрій ніколи не шкодує. Хоч у спорті хлопець і отримує багато травм, перемоги варті цього. Для нормального професіонального спортсмена, для метання КПА, в рік буває 27 мікротравм. Це мінімум, мабуть. Ну і з важких травм, це, мабуть, в основному у нас іде плечо і локоть. Це для нас найголовніші такі травми. Більшу нагрузку підтримують, треба багато тренуватися. Найбільш своїм важливим досягненням спортсмен вважає участь у перших юнацьких олімпійських іграх. Хоча переможцем стати не вдалося, він пройшов у фінал. Зайняти призове місце завадив страх та відсутність досвіду на таких серйозних змаганнях. Тоді Юрію було лише 16. Я ще не був готовий до такому рівня соревнованій. Ну і там побігали практично ті, хто готувалися з ним ціленаправленно. А ось на майбутнє плани у спортсмена грандіозні. В липні в Естонії буде проходити чемпіонат Європи серед молоді. На ньому хлопець хоче посісти перше місце. А також взяти участь в олімпійських іграх вони будуть проходити вже наступного року. Новак Джокович вибив із розіграшу Ролан Гарос Рафу Надаля, але тенісний турнір так і не виграв. Ім'я нового чемпіона Франції Станіслас Ваврінка. Швейцарець, будучи аутсайдером у фіналі, вперше у своїй кар'єрі взяв Ролан Гарос. Фінальна гра турніру тривала 3 години і 15 хвилин. Ваврінка віддав перший сет, після чого показав зразкову гру і виграв у трьох наступних. Ось цей розіграш став показовим протистоянні. Майже хвилину тенісисти ганяли один одного по корту, але сил у Ваврінки було більше. Швейцарець взяв з цей розіграш, а разом з ним і першу перемогу на Ролан Гарос. До цього 30-річний тенісист на цьому турнірі навіть до півфіналу не пробивався. За перемогу Ваврінка отримав майже 2 мільйони євро. У жіночому розряді перемогу здобула Серена Вільямс. Не щастить так не щастить. Син Міхеля Шумахера Мік потрапив в аварію. 16-річний Мік Шумахер отримав травму під час гонки Формули 4. На трасі Red Bull Ring він не впорався з керуванням і в'їхав у загородження. На щастя, обійшлося без важких травм. У нього діагностовано перелом руки. І на цьому у мене все. Побільше вам здоров'я. Внедрення енергосберегаючих технологій альтернативних источників енергії в Україні позволить уменьшити потреблення природного газа і снизити тарифи на жилищно-коммунальні услуги. Строїтельство новейших енергетичних об'єктов – будущее Запорожської області. В цьому уверен руководитель регіональної організації оппозиційного блока Ростислав Шурма. Накануне он посетил Токмакскую солнечну електростанцію. Нам нужно создавать десятки, сотни тысяч робочих мест. Как їх создать? Только строя альтернативну енергетику, животноводство, лёгкую промышленность. Это очень наглядный пример того, как может с нуля появиться в области новый объект, который платит сотни тысяч, миллионы налогов, которые создают сотни рабочих мест. І таких объектов нам в области необходимо построить сотни. Компания Токмак Солар Энерджи уже более двух лет успешно ведёт проект получения энергии Солнца. Мощность станции – 10 мегаватт. Её строительство помогло решить проблему перебоев с электричеством в Токмакском районе и создать новые рабочие места. Здесь было создано до 350 рабочих мест в период строительства. Это преимущественно были те люди, которые проживают на территории района, на территории города. В настоящий момент в компании работает 52 человека. Это те люди, в которых мы вложили деньги, обучили их. И это все жители города Токмак и жители села Новый. На территории района компания начала строительство ещё одной солнечной электростанции мощностью в 50 мегаватт. Это даст возможность организовать новые рабочие места для сотен местных жителей. Ростислав Шурма отмечает, для реализации подобных проектов прежде всего необходимо обеспечить стабильность в стране и создавать условия для инвесторов. Такие объекты, как этот, это будущее Запорожской области. Только так мы сможем создать рабочие места и обеспечить нормальные налоговые поступления, а потом нормальные социальные программы в Запорожье. Только создавая и строя такие современные объекты. А для этого должна быть стабильность, должна быть уверенность и должны быть инвестиционно-привлекательные условия. И мы умеем и знаем, как это делать. И я уверен, что мы в Запорожской области в ближайшие пять лет сможем обеспечить десятки таких объектов, как этот. Сорок детей из Донецкой и Луганской областей при поддержке фонда Александра Вилкула «Украинская перспектива» направились на реабилитацию в Литву. Они будут находиться в курортном посёлке Нида на побережье Балтийского моря. Программа поездки, организованная Международным благотворительным фондом «Жизнь вопреки», разрабатывалась с учётом потребностей выздоровлений и реабилитации детей, которые за последний год пережили серьёзные жизненные испытания. С ними будут работать квалифицированные педагоги, медики и психологи. Отдельное спасибо хочется сказать, можно сказать, главному меценату, который проспонсировал эту поездку, это фонд Александра Вилкула «Украинская перспектива». Мы обратились к ним, и они буквально сразу же, в последнюю минуту, когда у нас было просто отчаяние, что мы не можем насобирать всю сумму средств, вот он помог, проспонсировал, и из-за этого огромное спасибо, что он как-то сочувствует, да, и что он как-то сопереживает и помогает. Жизнь как танец. Многие из нас часто танцуют в быту. В качестве партнёров и аксессуаров при этом могут выступать вполне обычные, на первый взгляд, вещи – сковородки, чашки, карты, мусорные баки и так далее. Но далеко не все из нас могут возвести эти движения в ранг искусства. Одно из творческих объединений сняло потрясающий ролик, в котором приняли участие 37 человек из разных стран. Результаты стараний действительно впечатляют. На первый взгляд кажется, что в движениях большинства из этих людей нет ничего особенного. Но вскоре начинаешь понимать, какая титаническая работа была проведена ребятами, ведь в этом ролике всё продумано до мелочей. Как говорится, танцуйте с нами, танцуйте как мы, танцуйте лучше нас. Это была последняя информация о выпуске. Напоминаю, все актуальные новости города и области ищите на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами информацией или рассказать о проблеме, пишите главред.tv5.zp.ua. В студии работал Игорь Белышев. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!